Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Нарушали ли ученики Христа закон о субботе? И мы читаем Евангелие от Матфея, 12 глава, с 1 по 5 стих. «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взолкали и начали срывать колоссия и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшее с ним? Как он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?» Итак, здесь мы видим, что ради нужды бывает применение закона. И это мы видим на примере царя Давида и тех людей, которые были с ним, когда они взолкали, им нечего было есть, они ели хлебы предложения, которых никто не имел права есть, кроме священников. И апостолы, когда они шли по полю, они проголодались, они срывали колосья, растирали их руками, дули, чтобы шелуха слетела, а зерна, которые оставались, они их ели. Но при этом не надо думать, что Христос или его ученики нарушали закон Божий. Конечно, нет. Христос говорит «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников-фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Здесь мы видим, что сам Христос – исполнитель закона, и Он даже ставит в пример верующим в Него фарисеев и говорит, что если наша христианская праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, то мы не войдем в Царствие Небесное. «Превзойти» – это значит достигнуть этого уровня и подняться выше. Иудеи исполняли только внешнюю сторону закона, а мы должны исполнять и внутреннюю. Как, например, заповедь «Не убей», а внутреннее раскрытие этой заповеди «Даже не гневайся на брата своего» и так далее. Апостолы тоже исполняли закон Божий. В послании к римлянам первоверховного апостола Павла 3.31 мы находим такие слова. «Итак, мы уничтожаем закон верой?» «Никак, но закон утверждаем». И в этом же послании к римлянам 7 глава 9 по 14 стих апостол пишет. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели добрая сделалась мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». О чем здесь рассуждает апостол Павел? Он рассуждает о том, что когда закона не было, то не было и нарушения закона. Не было греха в таком настоящем значении этого слова. Но когда появился закон, то ответственность за каждый грех, она возросла. Ибо сила греха – закон. Поэтому грех не является чем-то частным, а это серьезное преступление против заповеди Бога, то есть воли Творца, который и дает нам эти заповеди. И великая заслуга закона – закон называет грех грехом, а праведность – праведностью. И мы не узнали бы, что есть грех и что есть праведность, иначе, как только через закон Божий. Поэтому в Новом Завете закон сравнивается с зеркалом, смотря которое мы видим наше настоящее состояние. Должны ли мы, христиане, соблюдать закон? Да, конечно. Но можем ли мы исполнить весь закон? Конечно, нет. Апостол Павел пишет, что закон ослаблен плотью. Заповедь свята, а мы немощны. Как же нам выйти из этой ситуации? Закон и благодать – это тема, она часто волновала христиан. И одно из первых произведений, написанных русским человеком, это работа о законе и благодати. И вот в книге «Деяний», 13 глава, 38-39 стих, говорится о том, как соединяется закон с благодатью. И мы здесь находим такие слова. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него, то есть ради Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеева, то есть мы исполняем закон, но есть такие ситуации, когда мы не можем оправдаться законом. Оправдывается им, то есть Христом всякий верующий. Таким образом, действительно, закон свят и заповедь свята, но кроме закона нам нужна благодать, то есть божественная милость, на тот случай, если мы споткнемся и в чем-то ошибемся. Если говорить о православном отношении к субботе, то в православном катехизисе Филарета Дроздова, святителя, за номером 532, 533, 534 и 535 мы находим такие объяснения. Рассуждение. Почему именно в седьмой день повелевается посвящать Богу? В седьмой, а не другой день недели полагается посвящать Богу, потому что Бог в шесть дней сотворил мир, а в седьмой почил отдел творения. Следующий вопрос. Как в христианской церкви празднуется Ветхозаветный день покоя, суббота. Суббота, как календарный день недели, в церкви христианской, как большой праздник не празднуется, однако в память о сотворении мира и в продолжение первоначального празднования отличается от прочих дней освобождением от поста. То есть этот день остается именно праздничным. Следующий вопрос. Как в христианской церкви исполняется четвертая заповедь? Ответ. В христианской церкви празднуется через каждые шесть дней седьмой, только не последний из семи дней или субботний, а первый день каждой седмицы или воскресный. Вопрос 535. С какого времени празднуется воскресный день? Ответ. Церкви через катехизис. День воскресный празднуется со времени воскресения Христа. И действительно, мир, который был сотворен за шесть дней, и в седьмой день Господь почил от всех дел своих, он пал через грехопадение наших прародителей. Но воскресение Христово есть оправдание наше. Поэтому по своему значению воскресный день, Библия называется первый день недели, в который и Господь воскрес, в который Бог сотворил небо и землю, мы относимся к этому дню с огромным вниманием, благоговением и почитанием, не оставляя и почитания субботнего дня, как мы прочитали в катехизисе святителя Филарета Дроздова. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. И берегите себя!